Радио Болтком Это уже не соблюдение строительных нормативов В 10 утра Господин Сидорко, не могли бы вы разъяснить проблему проверки счетчиков? Здрасте, вот вопрос такой У нас два подвала идут параллельно, да? И два входа в них Обстоятельные ответы А как? Вы не могли бы нам посоветовать Я могу очень коротко сказать, что Мы коммунальные вопросы Очень сложные вопросы Это вопрос, наверное, не домоуправления и даже не жильцов Я понял вопрос Спасибо В законе написано очень четко Председатель правления центра собственников квартир Сергей Сидорко Вопрос у меня был Господин Сидорко, я могу его задать? Не было ни одного случая, когда долги пристали У меня к вам вопрос, а к кому вы хотите предъявлять претензии? В программе Добро пожаловаться Вот таков наш закон Всем еще раз доброго дня Начинается программа Добро пожаловаться И с нами на прямой связи Эксперт с опытом организации Руководства частных и муниципальных домоуправлений В том числе РНП Айвер Гонтарев Здравствуйте, Айвер Доброе утро Доброе утро Доброе утро Я не знаю в какой момент Но он наверное к нам может подсоединиться И Сергей Сидорко Пока его нет Но тем не менее В любой момент может подключиться К нашему разговору Главное, чтобы подключались слушатели Телефоны прямого эфира 67212-93-9 67213-93-9 Можно звонить в прямой эфир Задавать вопросы Все, что волнует Чего там на душе лежит Какие непонятные вещи С коммунальным хозяйством Все расскажут вам и объяснят Или пишите нам на WhatsApp 230-6191 230-6191 Номер нашего WhatsApp Ну и кстати Вот здесь пришел уже вопрос Слушаю вашу программу Про мусор Ну вот у нас была тогда Передача посвященная Действительно так проблемам мусорным А нельзя ли перенять опыт Финляндии Там все организовано давно И хорошо Вот такой наивный Как бы ну Это простой и наивный вопрос О, и Сергей Сидор Как к нам присоединился Здравствуйте, Сергей Добрый день Вот спрашивают Почему Почему нельзя просто взять И перенять Позитивный опыт Финляндии Решение проблемы с мусором Потому что надо его применять Изучить Насколько он Он для нас Подходящий Все-таки Я думаю Что любой Позитивный опыт Он Позитивен Тогда Когда он Приспособлен К местным условиям К местному Менталитет Значит там За каждый вывоз Пустого контейнера Мы платим денег Поэтому Я насколько понимаю Вообще Развитые страны Шли к этому вопросу Сортировки И организации Вывоза мусора Долго Мучительно Но И хочу сказать так Что это никогда не было Откупом частных фирм Это всегда Там было Обязанностью Муниципалитета Муниципалитеты Организовывали Централизованы И они уже Контролировали Все эти процессы Там нету Такого Как у нас Что вот Город Принял Мудрое постановление Дальше Разрешил Трем фирмам Работать А дальше Все должно Организовываться Само по себе И без участия И городских властей И соответствующей Организации Как Так не бывает Ну что же Понятно То есть Понятно Что Перенимать опыт С одной стороны Можно и нужно С другой стороны Для этого Нужны Нужны Желания Силы И Самое главное Сознательность Самих граждан То есть Это тоже Без этого Мы никуда не уйдем Но В основе Все таки Олег Это стратегия Города Насколько Она правильно Или неправильно Сделана И то Что еще один Негативный Аспект И то Что я вижу С практической точки зрения То что город Так как Сергей сказал Был поделен И фактически Монополизирован Этими тремя Компаниями Точка Вот элементарно Вот элементарно Я месяц Месяц Созваниваюсь Одной из этих Компаний Чтобы поменять Мусорник Месяц Они все Расслабились Я говорю В следующий раз Отдая кому-то Вот таким образом Деля Город И отдавая Монополизацию Фактически Ну Никто Не будет Напрягаться Ну Никто Вот это Сейчас имеем Никто Не состезуется Между собой Кто Лучше Клиенту Сделает Кто там Что-то Придумает Кто Какие-то Инвестиции Может быть Своей стороны По площадкам Он бы предложил Ничего этого нет Потому что Просто распил Денег Произошел У нас между тем Есть звонок Здравствуйте Доброе утро Доброе утро Вот две проблемы Мусор И покос травы Летом На прошлой Передаче Уже этот вопрос Тут обсуждали Обсуждали Но мне вот Не знаю Кто Отметит Вот Есть ли нормативный Документ Какой Где сказано Как Ну Как Частная Или как Там Трава Какой Длины Надо Косить И как Это На практике Должно Быть Вот Ну Как Часто Или Это Тот Кто Обслуживающая Компания Решает Вот Столько Косят И Косят Или Они Должны Согласовать С Бедривой Потому Что Вот В Субботу Высохла Земля Никакой Травы А Из РНП Пришел Человек Косит Траву Я Думала Он там Эти листья Гоняет Как Они Там С этим Нет Ну Просто Смешно Ну Пыль Эти листья Поверху Пять раз Туда Пять раз Этим Стримером Туда И Пошел И Будет Считаться Что Нам Он Весь Сквер И Вообще Все Покатило Вот Как Это Чтобы Выяснить Чтобы Мы Могли Тоже Говорить И Требовать Что Не Надо Наши Деньги Действительно Спасибо Есть Рига Сдом И Там Четко Написано Что Высота Травы Не Должна Превышать 20 Сантиметров Это То Что Прописано В правилах По Максимальной Высоте И Исходя Из Практики Я Скажу Так Если Допускать Чтобы Трава Была 20 Сантиметров То После Этого Покосить Качественный Красивый Газон Невозможно Потому Что Трава Вызревает И Поэтому Появляется Желтый Фон Потому Что Она Уже Семена Отдала Второе То Что Вообще Такую Высокую Траву Современной Техникой Очень Трудно Ровно Скосить Поэтому Исходя Из Правила Руководственным Здравым Смыслом Примерно 10-12 Сантиметров Значит Это Уже Надо Косить Чтобы Был Красивый Живой Газон Вот Все Чистота Покосов Именно Исходят Вот Поэтому В зависимости От погодных Условий Сухо И Жарко Значит Трава Плохо Растет Значит Реже Покос Если Влажный Теплый Клик То Тогда Очень Часто Приходится Косить 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 По отношению Вопроса Радиослушательности Что просто Гоняет Воздух Потому что Трава Не выросла Да Ну Это вопрос Как мы В прошлый раз Уже говорили Организации Труда Что кто-то Должен Считать Указывать Где В каких Местах Тогда Нужно Косить Где Не Нужно Косить И Тогда Чтобы Не было Вот так По тупому Что Прошло Пришли И для Галочки Типа Косили Там Где Трава Не Росла И там Где Нет Объема Вообще Но Если Было Потому что Было Кому Дано Задание Покосить Траву Вот В таком Объеме Не Вникая Суть Что Может быть Половина С этого Объема А вот Таком Объем То есть Это Элементарная Организация Труда Ну то есть Это ситуация Как в анекдоте Когда Приходит Выкапывает Один Яму Другой Закапывает А тот Который Должен был Сажать Деревья Он не Пришел И поэтому Значит Вот Просто Один Выкапывает Другой Ну им Нужно Это Сделать Потому что Потому что Возможно Заключен Договор Так что Фирма Должна Покосить Восемь Раз За это Она Получит Деньги Фирма Нарушать Условия Не будет Независимо Есть Трава Нет Она Пойдет И будет Махать Косой Но Тут Зависит От условий Гибкости Контракта И так Далее Мы обычно Заключаем Контракты Что Покос Происходят Объемы Оговоренные Но По Необходимости Но возможно Там было Ну и потом Я скажу Еще одно Будьте Немножко Так Более Лояльны Ко всему Потому что Ну на всех Не угодишь Когда косишь Одни кричат Что вы до земли Косите Другие Что вы слишком Высоко И так далее Там тоже Есть свои нюансы Но в принципе Косить надо По необходимости Оптимально 10-15 сантиметров Крова Больше она Не должна быть Иначе Качественного По косам Не будет 6-7-212 9-93-9 6-7-213 9-93-9 Телефоны в студии Номер Ватсапа 2-3-0-6-1-9-1 Айвар Гонтрев Сергей Сидор Отвечает На ваши вопросы Вот мы В прошлой Передаче Говорили о том Что возможно Что-то Появится Больше информации О порядке Помощи С Коммунальными Счетами Потому что Ну пока Вот политики Обещают Что обязательно Помощь будет Помогут А каким образом Кому будут Помогать Кто может Рассчитывать На эту помощь Пока немножко Остается неясно Мы вот Были А ну давайте Вот перед тем Как мы перейдем К этому вопросу Премьем звонок Здравствуйте Здравствуйте Я бы вот Хотела задать Такой вопрос Мы собираемся Выкупить Частную землю На которой Расположен Наш дом Что нужно Для того От жителей Дома Для того Чтобы Это Как говорится Ну Перешло В дом В дом управления Или как-то Какую-то заявку Делать Или протокол Составлять Кто-то мне Может подсказать В этом вопросе Потому что Принят закон Что с 1 января 23 года Жители Которые Съезжают Желание Выкупить Землю Это можно Будет Сделать Спасибо Тут вопрос С реализации Этого закона В первую очередь По новому закону Если не ошибаюсь Решение о выкупе Можно принять 51% Долосов Дальше Начинаются Вопросы Где брать Деньги А что будет С теми Кто не будет Участвовать В этом процессе И следующий Вопрос Как вообще Это Юридически Закрепить Эти права Собственности На вас По-моему Эти вопросы Меня поправят Но по-моему Особенно Последний вопрос Каким образом Это все Перейдет В общую Собственность Сам процесс Юридический Он не прописан Нигде И это будет Самая главная Проблема Потому что Купить Можно купить А вот как Оформить Так чтобы Это было Не в домоуправление Как вы говорите В виде Общей собственности Вот это вопрос Да Могу уточнить Так как Ну это Очередной вопрос Который был горячий И политики Приняли Закон Но потом Сказали А потом Мы примем Порядок О том Вот Который Должен Отвечать На все Эти вопросы Да Потому что Предполагалось Что Всякого рода Издержки Админициативные Которые связаны С реализацией Этого решения Да Решение 51% Но все Издержки Нотариуса И так далее Что они будут За счет государства Да И идея Была Заключалась В том Что там Если 51% Принял Что это Выкупается Но вот Сама специфика Как именно Это будет Сделаться Оно не принято На данный момент В крайней мере Так и было В законе Сказано Что до какого-то Числа Ответственные Министерства Должны принять Точный порядок И что будет Компенсироваться В каких объемах Для жителей И так далее Но идет Речь про Компенсации Админициативных Издержек Да Не самой покупки Земли Так что Вот настолько То есть До конца Закон не принят Два круга Бегать И что-то Организовывать Да То есть Поэтому вопрос Так У нас Может быть Просто немножко Уточните На самом деле В законе Не определен Покупатель Потому что Покупатель Должен стать Собственником А он сейчас Вот ваш коллектив Из 60 квартир Не оформляется Как покупатель Поэтому В этом Все Обратно У нас Есть вопрос Из эфира Здравствуйте Добрый день Извините Пожалуйста Еще По поводу Этой Одиозной Темы С травой Вот Самое Главное Придумать Ну а Текуми Придумали И умыли руки Это вообще По-моему Симуляция Деятельности Значит Расскажу Скажу Пару слов По поводу Большого Куска Зелени Которая Находится Около Нашего Дома Половина Этой Площади У нас В аренде Поэтому Убирает Все это Ригасному Парвалднекс А половину В частном Владении Так вот На нашем Куске Надо Не надо Кровь с носу Но нужно Прийти Покосить А там Где в частной Собственности Хозяйка Смотрит Надо Ходить Косить Или нет То есть Она Действует По уму Понимаете А у нас Разум Замещается Этими Правилами И она Выходит Сама Когда Необходимо И косилкой Прекрасно Выкашивает А у нас Ходят Нанятые Люди Мы Платим За это Все И так Далее То есть Все Что я Хотела Сказать Ум И разум Исключается Из Всех Этих Вот Работ Спасибо Всего Хорошего Спасибо Если Комментарий Какой-то Какой Комментарий Ну Это Организация Управления Ну Не нравится Вам Это Как Вам Организовано Первое Что могу Сказать Сконтактируйте С управляющей Компанией И выясните Почему Так А не иначе Второе Меняйте Управляющую Компанию Если Вы Не можете Договориться Очевидная Весь Что Правило Издается Для того Чтобы На них Люди Ориентировались И их Соблюдали Что Трава Должна Быть Покошена Собственно Что Говорит Правило Трава Должна Быть Покошена И Газон Должен Иметь Опятный Вот Все Что Они Говорят Критерий 20 Сантиметров 15 Сантиметров Это Не столь Важно Дальше Ну Кто-то Делает Это Правило По Уму Как Сказала Радио Случница А кто-то Делает Ну Не знаю Там По каким Критериям 6 7 212 93 9 Телефон И Номер Ватсапа 2 3 0 6 1 9 1 Принимаем Ваши Сообщения Но Вот Пока Есть Немольшой Перерыв Мы Можем Вот Ну То Что Я Спрашивал Если Новое Что-то В закон Потому Что Говорят О том Что Синоптики Что После Жары Может Внезапно Прийти И Похолодание В Латвию И Действительно Лето Закончится Начнутся Уже Холодные Денечки Начнет Опускаться Температура Даже Там Говорят Впереди Прогнозы С какими-то Внезапными Заморозками Вот Нет ли Каких-то Все-таки Нет ли Ясности Вот В самом Механизме Как Будут Помогать Людям С Возросшими Резкокоммунальными Счетами Полной Ясности Нет Да Только Вот Удалось Сознаниться Слад Слад Энерго С электромом Который Также Торгует И газ И электричество Да Но Они Ответили Так Что По отношению К газу И к отоплению Они Сами Сами Видят Какие Объемы И По Установке Закона Они Будут Его И Применять Сами Автоматически Там Никаких Заявок Не Надо Подавать Да То Что По электричеству Они Сказали Что Ну Там Нужно Каждому Следить Кто В какой Группе Находится Да И Можно Или Нет Им Подать Заявку Но Это Электричество Будет Организовываться Через Самоправление Но И Полной Ясности До сих Пор Нет То есть Нет Разработаны Опять Так Четкие Реализации До Латвии С газа В очередной Раз Не дозвониться За всю Неделю Да Это Вообще Сначала Ты звонишь Говорит Что Очеред Ожидающих Больше Как На 30 Минут И Потом Уже Звонки Не Принимается Да Но Скорее Сего Это Тоже Будет На Автоматическом Режиме Применяться Да И У того У кого Там Счета Больше Как Установлены Законом Но Эта Часть Будет Компенсироваться Для Отопления Да То есть Вот Только Столько Да То есть До сих Пор Еще До Конца Тоже Этот Вопрос Не Отработан И Его Применение Еще Не Ясно То есть Практические Точки Зрения Кстати Вот Пришли Сообщение Опять-таки Можно Прочитать Что На Фоне Роста Цен На Энергоресурсы Вот Не Очень Ну Как Бы Водоснабжение Было На Втором Плане Однако Сейчас Комиссия По Регулированию Общественных Услуг Подтвердила Что Тарифы На Воду Будут Точно Так же Расти Как И На Тепло И Электроэнергию Так Что И С Водой Будет Тоже Сложно Вот Как Может Быть Вот Сэкономить Воду Ладно Сейчас Поговорим Пока Примем Звонок Здравствуйте Здравствуйте У нас С весны На территории Окого дома Лежит Свалка Кустов Обрезанных И веток Две Недели Назад Подали Заявку До сих пор Не вывозится Жара Там Такой Антисанитария Вонь Скажите Пожалуйста Через Какой Промежуток Времени Должны Вывозить Эти Кусты И ветки Спасибо По мере Обрезки Обрезаешь И вывозить Склад Веток И там Обрезков Кустов Он не допускается Вообще Это должно Вообще-то По-нормальному Делаться Одновременно Режется Вывозится Ну это Реально По закону Считается Как мусор На земле Который Недопустимый И самоправление Должна штрафовать В принципе За Полиция Куда Тогда Обращаться Жаловаться Есть аппликация Да у них Очень хорошая Можно сфоткать Сразу добавить Сделать Что Где Добавить Координаты По моему Опыт Работать Ну вот Возвращаясь К вопросу О воде Мы там Периодически Читаем Тоже Какие-то Из Германии Сообщения О том Что немецкие Политики Призывают Уже Немцев Мыться Пореже Есть И Своего рода Тоже Проблемы Вот я Например Как живущий Под крышей На самом верхнем Этаже Очень часто Бывает Что холодную Воду На кухне Вообще Невозможно Дождаться И Ну пока Вот лето С одной стороны Вода В трубах Нагревается И всегда Хочешь Ну как бы Использовать Вот эту Возможность Помыть там Посуду Скажем Нежирную Холодной Водой Ее просто Нет То есть Приходится Включать Горячую Воду Понимая Что Все-таки За горячую Воду Нужно Платить Дороже То есть Вот Что делать В этих Ситуациях И как Сэкономить Вообще Воду В этой Ситуации Я советую Вам В первую Очередь Проверить Собственный Трубопровод В квартире Фильтры Если они Есть Потому что Если есть Горячая Вода То холодная Должна быть Сто процентов Значит Проблема Либо В заросших Трубах В вашей Вашей Квартире Либо Что-то Не так В вашем Водопроводе Внутри Домовом Не может Быть Так Что Горячая Вода Есть А холодная Нет Потому что Она Поступает Вода Из одного Источника Из одной Трубы Давление Там Везде Одинаковое Значит У вас Какая-то Проблема Внутри Дома Может Где-то Храм Прикрыт Какой-то Может Быть Там Зарос Может Быть Труба Заросла На счет Воды Вопрос Интересный Особенно Мне он Интересен С точки Зрения Что Цены На Водоснабжение Растут Гигантскими Шагами Я Прямо Могу Сказать А вот Я знаю Что В мой дом Вода Подается На расстоянии Два километра От моего дома То есть Дальше От точки Разлива До моего дома По воздуху Вига Суденс За этот Трубопровод Магистральный Внутриквартальный Не отвечает И так Вига Суденс В этом плане Устроился Очень хорошо То есть Нагрузка Сейчас будет На дома В связи с тем Что Городское Водяное Хозяйство Приходит В упадок Очень большое Будет Потому что На самом деле Кроме того Что растут Тарифы Непонятно В принципе Почему Столь стремительно Еще и Происходит То что В принципе Внутриквартальные Сети Все находятся Вроде бы Как В обязанности Обслуживания Собственниками В квартире И это еще Дает очень Большие затраты Дополнительно Поэтому Здесь Я Не знаю А что Здесь объяснять Цены Будут Расти Если У нас Электроэнергия Становится Под 40 Центов Киловатт Чего там Дальше Ждать И газ Будет Такой же И тепло Ну вот Учитывая Рост Ценной Энергоносителей Возникает Ситуация У тех Кто Например Уезжает Из квартиры На какое-то Время Это могут быть Длительные Командировки Может быть Кто-то Уехал На временную Работу Но В любой момент Эта работа Может закончиться Он боится Сдавать квартиру Потому что У него Ну вот Мало ли Что-то Изменились Обстоятельства И ему Нужно будет Вернуться Вот Как уменьшить Эти Многие люди Недоумевают Что вот Их дома Нету Они уехали Например В санаторий Ну На месяц Предположим И тем не менее Он получает Все равно Счета За коммунальные Услуги Хотя По идее Ну вот Он дома Не живет Ну что значит Не живет Дома нету Ну вот Я прошу Объясни Дом-то есть И право Собственности На эту же Площадь У него есть Значит Дворник Должен работать Значит Сантехники Должны работать Значит Контора Должна наблюдаться С состоянием Дома Независимо от того Есть он В данный момент А что Раз его нету Пускай крыша течет Давайте Такие правила Принимем Дальше Тепло Подаваться Должно Его индивидуально Подать Невозможно Водоснабжение Должно быть Обеспечено То есть Здесь вариант Такой Если у тебя Есть собственное Значит Ты должен платить И все И точка Если ты Не Можешь Это сделать Ну значит Это Не свою точку Звони Это идеология Государства И нашего строя Значит Снимай А арендуй Жилье Причем На то время Пока ты будешь Там находиться Вот тогда Ты сможешь платить Только за тот момент Когда ты там Находишься Других вариантов Нету Ну вот вопрос Например Нужно ли платить За Внимание Значит Вывоз мусора Если человек Ну предположим Выехал За Пользование лифтом За электричество На лестничной клетке Ну Давайте Говорить так Вопрос освещения Лестничной клетки Это вопрос Коллективной безопасности В первую очередь Потому что Это Защита И от Нехороших Людей Второе Это эвакуационные Пути И так далее Но есть И нету Есть Освещение Дальше Лифт Он работает Независимо от того Есть ты или нет Ты можешь всю жизнь Не пользоваться лифтом Но ты обязан Оплачивать его Содержание Ты можешь На свой 9-й Или 12-й этаж Бегать всю жизнь Пешком Но Имущество в доме Есть И значит Если ты лично Не ездишь на лифте Значит потребляется Электроэнергия Меньше Простая логика Дальше По вывозу мусора По вывозу мусора Когда-то Я вам напомню В нехорошие времена Как сейчас принято говорить Вывоз мусора Определялся тарифом Городской думы Говорилось С одного прописанного Там Скажем Полтора лата Или два лата Тогда можно было Если ты отсутствуешь Эту плату снять Потому что Количество прописанных Менялось Или там Зарегистрированных Не знаю Тогда были прописаны И соответственно Ты не платил Если ты не был Там прописан Сейчас нет Такой возможности Сейчас есть Коллективный договор Вот на ваш дом Должно стоять Столько-то контейнеров И их вывоз Должен быть оплачиваем Значит Если ты не пользуешься Соответственно Уменьшается Должна по логике Сократиться Частота вывоза Но как правило Жизнь показывает так Что человек Две недели отсутствует Потом приезжает с дачи С полным багажником мусора Загружает сразу Три контейнера При этом говорит Что он ничем не платит Сейчас возможности Юридической возможности Заключить индивидуальный договор Допустим По обслуживанию По мусору В городе Витии нет Если ты живешь В многоквартирном доме Ты должен Оплачивать Вывоз мусора Многоквартирного дома Индивидуальности В квартире нет Такой возможности Если Да Олег Может быть по тарифам Я хочу Да Один аспект Поднять Может быть Мы Будем услышаны Или политиками Или регулятором На один важный аспект Парик Суденц Это Как мы помним По-моему Это был июль Когда в прошлый раз Или Начало года Когда Буквально Буквально Остальные Остальные Это государственные Компании И сам Ролин Что Что Сделается Сейчас Все тарифы Еще поднимаются Вверх Я вник Это вопрос И как Поднимать И потом Не думать Как помогать Потому что Ваша прибыль Рассет Посмотрите Реально Сколько Миллионов Прибыли В Рига Суденц Мы просто Поймем Что Проще Было На этот момент Заморозить Строч Прибыли И сказать Ребят Давайте Сейчас трудно Сейчас кризис Наступает Давайте Не поднимать Тариф За счет Прибыли Потому что Мы понимаем Что мы Все выставляем Потом сами Из госказны Берем И Какой-то Круговорот Лишний Делаем Проще Было Чуть Подумать Это Про Кризисное Решение То То что Сергей Говорил Про Рига Суденц Это Очень Древний Вопрос Это Политика Конкретно Города Риги Где Сказали Что Мы Отвечаем По Магистральным Проводам Только А тот Провод Который С Магистрали До Конкретного Дома Мы Не знаем Чем Мы Не знаем Кто Город Выстраивал В свое Время Не Просто Так Эти Сети Все Появились Между Магистральными Улицами И Внутри Квартальными До Дома Потому Что Ответственность Как бы Владельца Дома Начинается С счетчика А здесь Поставили Нет Вы Должны За все Трубы Отвечать Если Такой Резкий Скачок Идет Как Паре Государств Что Буквально За год Мы Получаем Два Раза Счет Повышения Тогда Хоть Дайте Что-то Да Вы Повесили Тариф Наконец Скажите Примите Политические Решения Что Внутри Квартальные Все Эти Провода До Дома Они Тоже Городские Сейчас Специально Искусственно Принято Решение Что Мы Не знаем Что Это Звучит Настолько Тупо Как Я Говорю Сейчас Мы Не Знаем Чьи Это Провода Ну А Насчет Еще Я Добавлю Насчет Того Что Сказал Айвар Таким ПВН Тоже Растет Всем Выгодно Всем Хорошо Да Тариф Растет ПВН Растет Потом Можно От ПВН Увеличение Там 2% Получного Получения Бросите Как Пости На Помощь Жителям Все Очень Хорошо Складывается На самом деле Я Хотел Сказать Относительно Вашего Вопроса Насчет Помыться Я Так Посмотрел Сколько Стоит У нас Вода Горячая Относительно Дешево Стоит Но Учитывая Прогнозы По повышением Окончательного Теплоносителя И так Далее Куб Воды Вместе В составе Тепло И плюс Холодная Вода Для Мытья Будет Стоит Порядка 20 евро Считайте Сколько Вам будет Стоит 10 Каждый Душ Вам будет Обходиться В 2-3 евро Потому что В среднем Когда Ты Моешься В душе Ты Выливаешь 80 Литров Воды 10 Душ 20 Евро Дальше Посчитайте Количество Вашей Семьи Частоту Сколько Часто Вы Моетесь Вы Получите Результат Сможете Вы себе Позволить Мыть Или нет Но Это Напоминает Сразу Времена 19 Века Когда В одной Ванночке Мылись По очереди Все Члены Семьи А потом Еще По-моему Там Стирали И В общем Эту воду Использовали Бог знает Сколько Раз Ну Как Вы Хотите Ну Недаром Англичане Сместителей До сих Пор Не имеют Налили Холодные Немножко Горячие Раковины И Всей Семьей Ну Да В общем Ожидают Нас Достаточно Сложные Времена У нас Кривычки Не те Не западные Нам Помоться Каждый День В общем Запоминаем Эту Цифру 2-3 Евро За Один Прием Душа И Каждый Раз Отправляясь В душ Вспоминаем И Подсчитываем Сколько Тратим Сколько Я еще Прикинул Пока мы Здесь Беседовали Я еще Прикинул Сколько В среднем Будет стоить Отопление По моим Прикидкам Исходя Из Тех Данных Которые Публиковала В своевремен Вечерская Дума По Энерго Эффективности Домов В Виге Средняя Стоимость Отопления Может Составлять Я говорю В среднем Если Распределить На 7 Месяцах Отопительного Сезона Где-то 3,5 Евро С Ну это Так Это Если Не будет Особо Холодной Зимы Если Будет Более Менее Стандартные Условия И Цена До 200 Евро За Мегалат Где-то 3,5 Евро Считайте Что С Двухкомнатной Квартиры 150 170 Евро Каждый Месяц Вам Надо Будет Ну и На Воду Где-то 1060 Евро Примерный Расклад Ну что Ж Эти Цифры Тоже Вот Запомним Учтем И Я Смотрю Просто На Часы Время Нашей Сегодняшней Программы К сожалению Подходит К концу Айвар Гонтарев Эксперт С опытом Организации Руководства Частных Муниципальных Домоуправлений В том числе РНП А также Сергей Сидорко Председатель Кооператива Бака-2 И Председатель Центра Консультации Собственников Квартир Сегодня Отвечали На ваши И мои В том числе Вопросы Спасибо большое До следующего Понедельника До свидания До свидания Слушайте Радио Болтком